Передвижные амбулатории теперь будут работать в отдаленных уголках Преамурья. Оснащенные современной медтехникой, они созданы на базе автомобилей «ГАЗ». На следующей неделе передвижные медпункты отправятся работать в амурские села. Наш корреспондент, один из первых, побывал внутри амбулатории и убедилась в ее уникальности. Вот эти шесть новеньких амбулаторий пришли в Благовещенск из Нижнего Новгорода. Стоимость автомобилей более 40 миллионов рублей, при этом 80% от суммы ушло на начинку машины. В этой машине одновременно смогут работать кардиолог, окулист, лаборант, терапевт и лор. Здесь есть аппарат УЗИ и электрокардиограф со встроенной программой анализа ЭКГ. Также врачи здесь могут проводить биохимические, гематологические и клинические анализы. Одна такая машина сможет заменить районную больницу. Авторы проекта предусмотрели все. Утеплили фургон, отопление сделали автономным. Такая амбулатория может даже подключиться к местным электросетям. В корпусе есть специальная розетка. Позаботились и о врачах. Установили удобную мебель, поставили холодильник, газовую плиту, биотуалет и даже кондиционер. Отдельно подбирали и медоборудование. К примеру, аппарат УЗИ размером с небольшой чемодан, практически мини-компьютер. Аппарат УЗИ экспертного класса. Во-первых, компактный. Во-вторых, функциональный. То есть, если там будет, допустим, врач-эндоскопист, безо всяких проблем он сделает соответствующее исследование всех органов и систем. Потому что в аппарате УЗИ есть соответствующее количество датчиков. Обычно амбулатории размещают в автобусах, но для Амурской области проектировщики сделали исключение. Автомобили «Газ» – новинка. По северным амурским дорогам пройдут только такие машины. Поэтому именно проходимость была основным критерием при выборе авто. Передвижная амбулатория создана для того, чтобы бригада врачей, которая будет выезжать в отдаленный район Амурской области, села, могла полноценно жить в этих амбулаториях. Две из шести машин уедут в Зейский район. Остальные будут работать в Тындинском, Сковородинском, а также Селимджинском и Шимановском районах. Такая машина должна быть в каждом районе области, признался Николай Тезиков. Однако сейчас такой возможности нет. Между тем, в этом году в Преамурье начнет работать детская поликлиника «Автопоезд» и выездная «Взрослая» для жителей отдаленных районов области. Ирина Кобзарь, Константин Волков. Новости дня. Информационное агентство «Порт Амур».